МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. Качественная вода для Котельникова. Уже в этом году ресурсы подземного озера поступят в дома жителей. Аварийные балконы Волгограда прокуратура через суд добилась от управляющих компаний ремонта. Волгоград утопает в мусоре. В Советском районе свалка подбирается к памятнику федерального значения. Концессия Горводоканала как пример. Опыт Волгограда оценили в Общественной палате РФ. Положительный опыт Волгоградской области в сфере внедрения концессии в ЖКХ будут транслировать во все регионы. Об этом говорилось в Москве на заседании круглого стола Общественной палаты РФ. Напомним, 8 июня этого года было подписано 30-летнее консессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения между администрацией Волгограда и победителем конкурса ОАО «Концессия и водоснабжение». Волгоградский пример – это первая ласточка того, что можно было сделать, и то, что сейчас удовольствие сделать. До 2017 года планируется потратить на техническую модернизацию фондов ЖКХ Волгограда 7 миллиардов рублей. Это инвестиции, которые точечно распределены на модернизацию 185 километров труб канализационного коллектора, конструкции насосных станций водопровода и канализации. Определенный прорыв в ЖКХ, он не только возможен, но становится реальностью. Надеюсь, что другие регионы, ознакомившись с нашими рекомендациями Общественной палаты, с опытом Волгограда, придут к определенным выводам и тоже займутся проведением подготовки соглашений по консессиям в сфере ЖКХ. Рекомендации, выработанные по итогам обсуждения волгоградского опыта, будут направлены в Минстрой, Минэкономразвитие, Общественные палаты регионов и главам субъектов Российской Федерации. Уже в этом году в дома жителей города Котельникова Волгоградской области поступит вода из линзы пресных подземных вод Ергенинского водоносного горизонта. Он был обнаружен при разведке Гремячинского месторождения калийных солей компании «Еврохим». Федеральные и независимые лаборатории привлечены «Еврохим-Волгокалием» для проверки качества воды. Полученные результаты подтвердили ее соответствие стандартам. Очень приятно видеть интерес у промышленного предприятия, которое продумывает вопросы не только получения прибыли, то есть непосредственно работы самого предприятия, но и заинтересован в качестве жизни своих же сотрудников, своих же рабочих, которые живут в Котельниково и которые работают на химическом комплексе. Это очень, я бы сказала, приятный подход и, наверное, является примером для многих промпредприятий, которые не только в Волгоградской области, но и по всей России. Напомним, ранее вода в Котельниково поступала по старому водопроводу из Цемлянского водохранилища. Ее нехватка и качество вызывало много вопросов. Теперь качественной питьевой воды с избытком хватит для 20 тысяч жителей Котельниково. В тракторозаводском районе Волгограда суд обязал управляющие компании отремонтировать балконы многоквартирных жилых домов. Проверкой, проведенной прокуратурой по обращениям граждан, установлено, что балконы некоторых домов по улицам, ополченская, дзержинская и многих других находятся в аварийном состоянии. Исковые требования об обязании управляющих компаний «Новострой», УК ТЗР, ТСЖ «Содружество» и других привести балконы в порядок удовлетворены в полном объеме. В непосредственной близости ходят у нас люди, бегают дети, играют, находятся пешеходные дорожки. Однако никаких мер к устранению нарушений и проведению ремонта управляющими компаниями не предпринималось. При этом такое состояние балконов, оно недопустимо и представляет реальную угрозу. Организации и их руководители, допустившие нарушения в содержании балконов, привлечены к административной ответственности. На них также наложены штрафы в размере до 42 тысяч рублей. Прокуратура просит граждан обращаться с заявлениями в надзорный орган, если управляющие компании бездействуют. Волгоград с каждым днем все больше утопает в мусоре. Только в советском районе города, по официальным данным, бесхозных несанкционированных свалок свыше десятка. Одна из них грозит подобраться и к историческому месту, где в 42-м году воины 64-й армии генерала Шумилова вели ожесточенные бои с фашистами и не пропустили их к Волге. Люди не относятся к своему району как должное. Выкидывают мусор не в специализированные места, а выкидывают, идут мимо, взяли и выбросили. До урны или до емкости их не доносят. Подробно на эту тему в итоговой информационной программе в воскресенье 28 июня на высоте 102. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова